Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня к новогоднему маскараду мы подготовим Пашу. Всем привет! И если у вас нет красивого, яркого, нарядного карнавального костюма, не огорчайтесь. Сделать праздничный образ ярким можно с помощью аквагрима. Сегодня Пашу мы подготовим к новогоднему балу и сделаем ему на лице снегирей. Что ж, давай приступим? Давай! Нам понадобится белый, черный, синий, сиреневый, красный, голубой аквагрим. Можно также будет использовать блестки. Я буду использовать трафарет для снежинок. Вот так вот он у меня выглядит. Обязательно нужна водичка, круглые кисти, может быть, плоская полукруглая кисть, спонжики для того, чтобы наносить фон и влажные салфетки. Вот, пожалуй, и все. Давай приступим. Так. Для начала я смачиваю спонжик. Он должен быть не мокрым ни в коем случае, а влажным. И также подготавливаю красочки, сбрызгиваю на них пульверизатором и наношу фонку. Обратной стороной спонжика я набираю другой цвет, голубой. И также заходим на часть лба, потому что рисунок у нас будет уходить в эту сторону. Вбивающими, похлопывающими движениями наносим грим. Стараемся не закрывать полностью сиреневый цвет, так как у нас будет снежный мотив. И немножко на эту сторону наносим. Теперь намечаем, где у нас будут наши птицы. Я хочу сделать двух снегирей. Берем сначала тонкую кисточку, белую красочку. И аккуратненько намечаем место расположения птичек. Они у меня будут сидеть, нахохлившись. И вторая птица будет сидеть здесь, на щеке. Все остальное пространство у меня будет снежное, снежные веточки с ягодками. Намечаем место расположения наших веточек. Также они будут уходить немножечко сюда. А эту сторону я делаю совсем слегка. Просто завершая мотив, тот, который у нас на той стороне нанесен. Так, мы наметили наши птички, сейчас мы будем их рисовать. Сначала я беру плоскую круглую кисточку и алый цвет. И намечаю им грудки. Теперь мне нужна круглая кисточка и черная красочка. Делаем шапочки нашим птичкам. Здесь я не закрашиваю полностью голову, а оставляю немножечко пространства для глаз. Чтобы у нас не потерялись глазки. Здесь намечаю крылышко. И туда уходит хвостик. Также у снегирей черный клюв. Намечаем клювики. Крылышки сверху у этих птичек, они серого цвета. Поэтому берем кисточку потоньше. Сначала на чистую кисть набираем белый цвет. Потом немножко черного на кончик. И рисуем крылышко. Здесь можем сделать лапки птички. Теперь я беру черную краску. Наношу на такую же тонкую кисточку круглую. И буду рисовать, намечать веточки. И вот нижнюю веточку ведем сюда. Также дополняем этот рисунок, прорисовывая веточки. Чем извилистее и корявее они получатся, тем интереснее будет рисунок. Теперь на наши веточки должны положить снег. Берем голубую красочку, для того, чтобы рисунок был ярким. Сначала набираем белый цвет на кисть, потом кончик кисточки в голубую красочку. И начинаем создавать снежный такой рисунок. Немножечко смешивая голубые, сиреневые цвета, для того, чтобы он был более интересным и живописным. Сиреневый цвет создает еще ощущение такого вечера. Мы можем также прикрывать эти ветви черные белой красочкой, более густо. Прям вот снежок на них должен лежать. Также я хочу сейчас нарисовать тоненькой белой кисточкой глазки нашим птичкам. Сначала делаем белый акцент. И подчеркиваем клювики. Крылышко. Ну, точно так же с этой птичкой. Рисуем глазик. Немножко обводим наших птичек. Обязательно обводим белым гримом птичек. И делаем здесь, так же укладываем на веточки снежок. Немножко сиреневого цвета. Пока не высох здесь белый цвет, я легко очень нанесу сюда блестки. Делаем это с помощью таких рассыпных блесточек. Для того, чтобы сделать образ более новогодним. Теперь мы сделаем яркие акценты на нашем рисунке. Мы сделаем ягодки. Берем красный грим. Красного цвета. Вот такой вот яркий. Наносим на круглую кисточку. И на нашем рисунке делаем ягодки. Ягодки. Немножко с этой стороны. Смотрим, где они должны быть на веточках. Теперь берем тоненькую-тоненькую кисточку. Еще раз черный цвет. Прорисовываем глазки нашим снегирям. И аккуратненько ставим акценты на ягодках. Теперь нам надо их подчеркнуть, выделить. Берем также тоненькую-тоненькую кисточку. Белый цвет. И легонько их обводим. Ставим акценты на глазках птичек. Теперь с помощью трафарета и такого спонжика маленького наносим снежиночки. Самое главное, чтобы краски не было слишком много, чтобы она не была очень жидкая. Иначе ничего у нас не получится. Сделаем еще снежинку здесь. В начале самым рисунком. Пока еще грим не высох, припорошим наши снежиночки блестками. Вот наш новогодний грим готов. Паша пойдет на маскарад в таком замечательном, интересном образе. А я прощаюсь с вами и с наступающим Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok